Улай мигас, на связи Матвей и добро пожаловать на четвертую серию будней полиции в лучшем КРМП Гранд Мобайл. Недавно в Гранде вышла обнова, в которой добавили для полиции систему слежки и погони за преступниками, и сегодня в этом видео мы ее опробуем. Скажу сразу, это имба, вас ждет погоня как и за мелкими преступниками, так и за настоящей вооруженной бандой ОПГ. Ну и в конце, наконец-то, расскажу, как и где скачать макросы для РП от игровок полиции. Короче, будет интересно, никуда не переключайся. Но все же, если это наша первая встреча и ты тоже играешь в Гранд Мобайл, обязательно оформляй подписку. У меня ты найдешь лучшие видео по нашей игре, уверен, они тебе точно понравятся. Благодарность за подписку, специальный подарок от меня для тебя, промокод Мотивкар, который работает на всех серверах Гранда. За его активацию ты на халяву получишь целых 30 тысяч рублей, вип-статус на неделю, а еще гелик на 3 дня, причем не белый, как у всех, а черный, поэтому это лучшее предложение в игре, обязательно пользуйся. Ну и халявные 100 тысяч рублей на любом сервере Гранда получают Андри, Петречко и Азамат. Поздравляю, друзья, а если ты хочешь оказаться на их месте, то просто комментируй мои ролики, ведь приз получает первый и рандомный комментатор. У меня все, вернемся к полиции. Первым делом, конечно же, общее построение на парковке, слушание лекции старшего состава и тренировка. Без этого не обходится ни один день службы в полиции. После завершения берем напарника и бегом на патруль тестить функцию погони. Короче, давайте объясню, как это работает. Еду я себе такой спокойно, патрулирую, как вдруг в меня начинает врезаться какой-то чел, причем специально. И, естественно, он сразу скрывается с места преступления, чтобы его не поймали. Тем временем я зажимаю палец на полицейской машине, открываю КПК полиции, объявить в розыск и ищу ник игрока, который сделал нарушение. Здесь показываются все игроки в районе нескольких 100 метров, поэтому то, что он уехал, ничего не меняет. Выбираю игрока, который совершил преступление и сразу выдаю звезды розыска. Далее снова зажимаю палец на машине, КПК, погоня за преступниками и мне показываются все преступники в районе 2000 метров. Выбираю нужного преступника и начинаю погоню, благо его местоположение показывается на радаре. У игрока на экране, соответственно, показывается, что за ним началась погоня и моя задача его поймать, а его задача скрыться в ближайшие 10 минут. А если вдруг за эти 10 минут он решит выйти из игры, то, к сожалению, его автоматически посадят в тюрьму. Прям как за выход во время ареста. К сожалению, поймать преступника не так уж и просто, потому что чаще всего они гоняют на быстрых тачках. Ну, а какие тачки у патруля полиции вы и так прекрасно видите. Если нам все же удалось поймать преступника, то просто арестовываем его, как обычно, по РП. Ну, а дальше ведем за собой в участок. Насчет РП отыгровки КПК не знаю, ведь в уставе прописано только РП отыгровка, если КПК за столом. А в ситуации, когда КПК в машине, пока не отыгрывается. Опять же, если вы полицейский, узнавайте всю информацию у себя в дискорд-сервере. Это был идеальный вариант поимки преступников, но давайте посмотрим, как это выглядит на самом деле. Я спокойно патрулировал Ночной Южный на своем привычном месте. В то время, как ФСБшник Антон Купин выяснял что-то с другим ЭПГшником. Как вдруг... Ну чё, родной рот, погнали нахуй! Ёбаный рот! Короче, какой-то чел начал всех нас дэмить на своей машине. Я не растерялся, быстро прыгнул в свою патрульную машину, открыл КПК и выдал нарушителю звезды розыска. Ну и, конечно же, врубил режим погони. К этому времени преступник уже понял, к чему идет дело, поэтому принялся в бега. Мне повезло, у него была не такая быстрая машина, поэтому у меня все шансы его догнать и наказать. Плюс к этому искать его не надо, он двигался прямо по шоссе в город Арзамас. У заезда в город Батырево он почему-то решил развернуться и поехал прямо ко мне навстречу. Естественно, я провел операцию перехват и протаранил его прямо в лоб. Пока его машина обездвижена, я быстро вышел, достал М-ку и начал стрелять, чтобы доломать машину. Поняв, что деваться некуда, он просто решил убежать. Добивать я его уж так и не стал, поэтому сел в машину и проследовал за ним. Не знаю, о чем он думал, он решил прыгнуть в озеро, чтобы я его не смог задержать и уплыть, но в таком случае мне ничего не оставалось, кроме как нейтрализовать преступника. Я его убил и, как оказалось, во время погони, если человек умирает, он все равно попадает в тюрьму. Что ж, друзья, отличная работа, все прошло успешно, а главное ПРП, поэтому возвращаемся на место патруля. Ну и в следующий раз началась реальная жесть. Я также спокойно стоял пост на своем привычном месте, как вдруг ко мне подъехал Мерседес с тремя ОПГшниками. Они не разговаривали по-русски и пытались мне что-то сказать. Все было хорошо ровно до того момента, как вдруг из их машины кто-то вышел и наставил на меня калаш. Я понял, к чему идет дело, поэтому быстренько отбуксировал за деревом. Взял свой КПК, начал вносить данные преступника, как вдруг они снова вышли и снова с оружием, поэтому мне снова пришлось куда-нибудь отъехать. Вдобавок, один из них начал пинать патрульную машину. Ну, друзья, тут уж точно нарушения, я обязан их наказать. Отъехал подальше, открыл КПК и быренько начал вбивать преступников. После этого начал погоню. Естественно, они начали уезжать. Включил мигалки, начал погоню, как оказалось, они пробили мне колесо. Что ж, друзья, это будет очень сложная погоня. Я не переставал их преследовать до самого Батырева и, к счастью, они остановились в этом городе. Подъезжаю к метке и, да, реально вижу их автомобиль, поэтому паркуюсь рядом и жду, пока они выйдут из магазина. Они вышли, но сразу с калашами и мне ничего не оставалось, как просто отсюда бежать, пока меня не убили. Слава богу, мне удалось от них убежать и я спрятался за забором. Маслом огонь подливал еще тот факт, что это была глубокая ночь, кроме меня и сотрудников никто не был в сети. В итоге за мной побежали и мне снова пришлось убегать. Так как патрульная машина сломана, погоня еще не закончилась, я, успав на Батырева, я не придумал ничего лучше, как просто добежать до стоянки авто, загрузить свою машину и продолжить погоню. В голове у меня был идеальный план, но на деле я не смог никого протаранить. Они быстро повылазили из машины, начали по мне стрелять. Они бросились меня догонять, у меня еще почему-то открылся чат. Снова открыли по мне стрельбу, как итог, они меня немного задамажили и полностью сломали машину. Не придумал ничего лучше, как просто покинуть авто и убежать в укромное место. Благо, стоянка здесь недалеко, поэтому я сразу туда побежал, чтобы переспавнить свое авто. После этого преступники решили забить на меня и поехать в казино, что было очень хорошо. Ведь в голове у меня созрел гениальный план. Пока они в казино, я быро еду в магазин оружия Арзамаса, покупаю себе там пушку, а затем приезжаю в казино и арестовываю их с поличным. Накупил себе побольше эмок, благо погоня еще не окончена, они были в казино, поэтому я отправился туда. Ох, да простит меня начальник, ведь нам нельзя появляться в казино, да и более того, даже просто покидать территорию Южного, но что ж не сделаешь ради правосудия. У входа стоял тот самый красный Мерседес, они точно здесь, что ж друзья, сейчас я их точно должен поймать. Захожу в здание и вижу знакомые Ники. Честно, я не помнил их имен, но решил убедиться, что это точно бандиты. Ну и по реакции одного из них все стало понятно. Я быстро зажал палец на главном нарушителе и быстро сковал его в наручники, естественно не забыв про отыгровку. Тем временем его друзья решили быстро покинуть здание. Я повел за собой задержанного преступника и стало ясно, что они поджидают меня снаружи, готовые убить. Я вышел с казино и быстро побежал к своей патрульной машине, чтобы посадить преступника. Но тут приехали его братья и начали по мне стрелять. Я нашел укрытие за колонной и начал отстреливаться. Ко мне начали подбегать, но я же еще тот стрелок, поэтому хорошенько снес ему ХП. Я быстро вышел из-за машины и сразу же убил второго. Но не пойми откуда, меня тоже застрелили. В больнице убитый преступник всячески пытался от меня оторваться, но на улице его подобрали какие-то УПГшники и увезли в неизвестном направлении. На этом погоня закончилась. Что ж, хорошо, что хотя бы успел дать розыск. Такая вот погоня у меня вышла, конечно, обидно, что не смог никого наказать. Ну а теперь, как и обещал, макросы для отыгровки РП. Эти макросы мне подогнал бывший лидер полиции и они делаются через приложение TaxPand. Поэтому в описании я оставил две ссылки. Первую на сами макросы, а вторую на приложение TaxPand. Сначала по ссылке скачивайте TaxPand, разрешайте ему все действия в вашем телефоне, а затем нажимаете на ссылку с макросами и открываете через установленное приложение TaxPand. В приложении можете подробнее ознакомиться, какие ключевые слова писать, чтобы быстро вставить ту или иную фразу. Это все макросы, надеюсь вопрос решен. Как видите, быть полицейским в Гранд Мобайл стало намного проще, ведь преступникам практически не остается никаких способов избежать наказания. Главное знать, как правильно использовать функции полиции, но об этом ты узнаешь в роликах Мотивкара. На этом все, огромное спасибо за просмотр, и если этот ролик был для тебя интересным, обязательно ставь лайк для его продвижения. Пиши в комментариях, чем мне еще заняться на посту полиции Гранда и в каких организациях мне еще поработать, было бы интересно об этом узнать. А если ты все еще здесь, пиши в комментариях погоня, ведь все такие комменты я обязательно лайкну. Рекомендую к просмотру это и это видео на моем канале, и по традиции, друзья, с вами как всегда был Матвей, астало и аго!